Продолжение следует... В итоге тем приходится или платить, или выходить. Положить конец затянувшемуся конфликту интересов взялись региональные власти. С 1 ноября 2012 года в нашей области планируют ввести новую систему перевозки льготников, обещающую транспортную доступность для обладателей единого социального проездного билета. Это первое правительство, и сегодня мы поднимем самую обсуждаемую в пассажирском транспорте тему – льготный проезд. В Орловской области обладателями нового единого социального проездного могут стать 20 категорий льготников. Это около 200 тысяч человек. В их числе одинокие и многодетные матери, получающие досрочную трудовую пенсию, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. Но реально в социальной проездной приобретают только 10% льготников. Остальным он, наверное, не нужен, раз ими не приобретается. Перед запуском реформы региональные власти уверяют – перемены для нуждающихся в едином социальном проездном билете пройдут безболезненно. По нашей задумке пассажир не должен почувствовать изменений, которые произойдут. Единственная в чем, скажем так, некая разница – это в том, что сейчас единый социальный проездной талон представляет собой один, ну, некий документ, а теперь он будет, мы рассчитываем, что с 1 ноября он будет иметь еще приложение, некие отрывные талоны. Цена билета останется прежней – 300 рублей. Их, как и раньше, выделит государство. Но, по сути, проездной будет стоить 500 рублей. Разницу в 200 рублей компенсирует областной бюджет. В самом транспорте все просто – показал единый проездной, оторвал один из 50 талонов, и если ты в трамвае, автобусе или троллейбусе, то получил рубль сдачи. В маршрутке то же самое, только без нее, ну, без сдачи, то есть. Почему запланировано именно 50 талонов в месяц? Оказывается, это пока не окончательная цифра. Необходимо отметить, что нормативно-правовой акт, устанавливающий такой порядок, в настоящее время правительством Орловской области не принят. И сейчас главным вопросом остается определить, сколько отрывных социальных талонов необходимо льготникам для совершения поездок. Поэтому мы ждем от публичного обсуждения конструктивных предложений от населения Орловской области, в том числе по количеству необходимых отрывных социальных талонов. Социальники уже отметили плюсы. Единый социальный проездной и талоны впервые откроют двери частных автобусов. Теперь не придется ждать свой автобус или трамвай. Предполагается, что с удовольствием брать льготников будут и представители маршрутного бизнеса. Я думаю, им будет нормально, выгодно возить льготников однозначно. Сейчас частенько видим даже на тех маршрутах, которые социально значимые. И так втихарца водитель раз приклеит, льгот нету. Проедет один рейс, ну пронесло, все нормально. Реализация данного механизма позволит привлечь большее количество перевозчиков для перевозок по единому социальному проездному билету, поскольку перевозчик будет получать компенсацию по факту выполненной транспортной работы. За каждого перевезенного льготника. Предполагается, что изменения в областном законодательстве приведут не только к финансовому интересу самих перевозчиков, но и к более эффективному расходованию бюджетных средств. Всегда споры, конечно же, велись по сумме и по объему упадающего дохода. Потому что можно считать несколькими способами, да, и всегда, скажем так, то, что было, никогда не удовлетворяло руководителей муниципальных предприятий. Когда будет введена система талонов с номерами и будет выдаваться определенное количество на определенное количество поездок, то там уже 100% будет четко, ясно и понятно, какой перевозчик, какое количество льготников перевез на своем пассажирском транспорте. В двух муниципальных предприятиях, ПТП и ТТП, на способ распределения дотации реагируют по-разному. Городской автобусный парк далек от иждивенческих настроений. Опасений, что льготники вместе с дотациями уйдут к часикам, там нет. Мы прошли уже этап конкурса, по которому за нами, за ПТП-1, закреплены определенные маршруты, где мы работаем, например, только мы одни. Соответственно, граждане, которые двигаются по направлению этого маршрута, они будут ездить только на нашем транспорте. Руководство же трамвайно-троллейбусного предприятия пока пребывает не в оптимистичном настроении. Среди массы «но» упоминается появление фальшивых талонов. Эти талончики будут очень легко подделываться. И на сегодня, при огромном количестве перевозчиков, где гарантия, что кто-то, а в Белгороде это есть, там подделывают талоны. Вот Олег Владимирович мне все об этом рассказал. Это тоже опасность. Единые социальные талоны, прилагающие к единому социальному проездному билету, будут обеспечены надежной защитой. На каждом едином социальном билете есть номер, и он будет соответствовать номеру, который будет присвоен. В администрации региона подчеркивают главную деталь. Новая система перевозки льготников будет введена только после тщательной проработки каждого пункта. Орловские власти намерены опираться на опыт соседей. В частности, на вооружение был взят белгородский пример. Там билетная система проезда и датирования перевозчиков работает не один год. Мы продолжим после традиционного дайджеста основных событий из жизни нашего региона. На предприятии КМ Групп, бывший завод керамоморации, запущена новая линия по производству керамического гранита. Установка и запуск в работу сложной техники стал итогом заключенного два года назад инвестсоглашения. Региональное правительство и руководство КМ Групп подписали его на экономическом форуме 2010. Объем инвестиций только в этом году составил свыше 600 миллионов рублей. Все, что это сделано за короткий промежуток времени, дает возможность группе керамоморации производить 12,5 миллионов квадратных метров плитки. Для нас самое главное, чтобы были рабочие места. В Рязани состоялось заседание совета при полномочном представителе президента России в ЦФО, посвященное развитию жилищно-коммунального хозяйства. Губернаторы, главы региональных загсобраний, федеральные инспекторы делились опытом и передовыми наработками, а также обсуждали наиболее острые вопросы сферы. В совещании, которое провел полпредпрезидент Александр Беглов, принял участие губернатор Орловской области Александр Козлов. Это первое заседание ЦФО в новом составе при новом руководителе. Я считаю, что организация была на высшем уровне. От нас участвовал заместитель представитель правительства Николай Васильевич Злобин в рабочей группе. Я думаю, что и дальше это будет, так скажем, культивироваться и будет внедрено в практику. Сотрудники Роспотребнадзора отметили 90-летие со дня образования ведомства. Александр Козлов оценил повышение эффективности работы специалистов службы. При сокращении количества проверок почти в два раза. Нарушений удалось выявить в полтора раза больше, нежели ранее. Отличившиеся Роспотребнадзоровцы получили премии и ведомственные награды. Колпнянский сахарный завод отличился сделанными громкими заявлениями. В минувшем сезоне предприятие последним в стране завершило переработку свеклы. А в этом объявило, что превращать даже отходы в доходы, оно начнет первым в регионе. Сделать это позволит новый цех. Дату его запуска обещал приблизить губернатор, приехавший на предприятие. Здание как здание, ничего особенного, разве что цветом выбивается, скажут непрофессионалы. На деле же новый комплекс Колпнянского завода поможет решить сразу несколько проблем и получать дополнительную прибыль. Жжем сушится, и потом мы получаем сухой жжем, который будет потом направляться рядом, стоит революционное отделение, будем выпускать гранулы. Комбикорм добавлять, накорм скоту, а не на поля вывозить. Вывозить на поля, значит, тратиться на перевозку и находиться под постоянным колпаком многочисленных контролеров. Только за сутки предприятие утилизирует почти 5000 тонн отработанного материала. Жжем хоть и считается органическим удобрением, но в разумных пределах и в определенных консистенциях. В Орловской области утилизация – это хроническая головная боль всех сахаропроизводителей. Излечиться колпнянцам не позволяет газовый вопрос. Мощности местной газораспределительной станции слишком малы. В итоге новый цех простаивает без дела. Ну вот труба газа, вот подвод газа заведен в топку. Все сделано. Разрешение на открытие вентиля надо. Вентиль есть, но разрешения пока что нет. Это «нет» зазвучало менее обреченно, когда на завод приехал Александр Козлов. У нас вопрос по существу решен, просто им нужна отмашка с высшестоящей организацией. Сегодня мы документы отправили Миллеру, поэтому по временной схеме будем запускать. Через 20 дней газопровод они запустят, сдадут, тогда уже вопросы все будут решены. Но перспектива такая, что вот такая должна стоять еще одна рядом. И тогда завод решит все проблемы. Тогда ни экологи, никто к ним претензий никаких иметь не будет. Мощность переработки доведем до 8 тысяч тонн в сутки. Против сегодняшних шести разохотились в ответ сахаропроизводители. Задачу максимум для всех заводов одобрил губернатор. И тут же порекомендовал аграриям увеличить показатели рекордного минувшего года. Тогда нам с уверенностью можно расширять посевные площади под свеклой. И доводить производство до двух сначала, а потом и до двух с половиной миллионов тонн. Свекла, сеющие хозяйство и в этом году ждут богатый урожай. Лидеры делают ставку на современных технологиях выращивания и уборки. К примеру, на полях Колпнянского агроюга главе региона показали отменные и вершки, и корешки. И пообещали свернуть уборочную к 20 октября. В соседнем Сколпной Малоархангельском районе Александр Козлов вникал в проблемы производителей растительного масла. Его выпуск начался в конце минувшего года на новом заводе. Компания «Нафтоторг Инвест» вложила в производство свыше 100 миллионов рублей. Сейчас, когда планируется строительство второй очереди, производители задаются вопросом, как подтеснить на Орловских прилавках иногородние бренды. За помощью они обратились к губернатору. Запахло жареным в пригороде Малоархангельска в декабре прошлого года. Первый в регионе завод растительных масел на первых порах налегал только на подсолнечник. За 8 месяцев мы переработали порядка 10 тысяч тонн, и сырья не хватило где-то месяц на месяц, на полтора. Когда закрома обмелели, руководство маслозавода на время сменило один ингредиент на другой. Еще две недели до поступления нового урожая подсолнечника здесь будут обходиться рапсом. Капустой пахнет. Капустой пахнет. Сырье, оно было как улучшатель ракетного топлива. В воздухе запахло надеждой, когда директор завода посвятил Александра Козлова в нюансы бизнеса. Растительное масло уходит в лед за пределы региона, в то время как в некоторых районах области его вкуса не знают. Пытались в покровку, они говорят, нам сказали брать только в Союзе Орловщик. Для Орловской области это малоархангельское производство имеет большое значение. Подбодрил заводчан-губернатор и пообещал поддержку. Имея свое производство, мы должны себя обеспечить в первую очередь. Поэтому я думаю, что перспектива здесь хорошая. Мы расширяем, еще раз повторяю, посевные площади под технику. Производители масла отозвались готовностью обеспечить весь регион и войти в торговые сети. Мощности завода планируют увеличить втрое с запуском второй очереди. К строительству приступят в следующем году. Это все на сегодня. Вы смотрели Первое правительство. Я, Илья Берео, прощаюсь с вами до следующего вторника. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин